В минуту. Радио Болтком. Добро пожаловаться. Я хотела вас спросить. Вы слушаете меня, да? Да, да. Да, Владимир, у меня такой вопрос. Я хотела задать вам вот один вопрос. Здравствуйте. Я по такому поводу... Каждый понедельник. По сути вашего вопроса первое. Пожалуйста, да, ответьте на вопрос, почему такой закон принят. Это уже не соблюдение строительных нормативов. В 10 утра. Господин Сидорко, не могли бы вы разъяснить проблему проверки счетчиков? Здравствуйте. Вот вопрос такой. У нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них. Обстоятельные ответы... А как? Вы не могли бы нам посоветовать... Я могу очень коротко сказать, что... Некоммунальные вопросы. Очень сложные вопросы. Это вопрос, наверное, не Дома управления и даже не жильцов. Я понял вопрос. Спасибо. В законе написано очень четко. Председатель правления Центра собственников квартир Сергей Сидорко. На вопрос у меня был господин Сидорко. Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги приступили. У меня к вам вопрос. А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе «Добро пожаловаться». Ну, таков наш закон. Всем еще раз здравствуйте. Начинается программа «Добро пожаловаться». Я напомню, телефоны прямого эфира. 6-7-212-93-9. 6-7-213-93-9. И номер WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. Пишите, задавайте ваши вопросы нашим уважаемым экспертам. Сергей Сидорко и Эвер Гонтарев сегодня отвечают на ваши вопросы. Ну, как обычно, по понедельникам. И, ну, давайте, может быть, начнем с такого актуального вопроса. Дело в том, что до 1 марта нужно зарегистрировать, если у вас появился там домашний питомец, и внести плату за содержание домашнего питомца. Речь идет о собаках. Вот правила содержания домашних животных в квартирах и вообще вот в домашних условиях. Насколько, ну, вот можно жаловаться, если, например, вам кажется, что громко себя ведет, там, не знаю, лает за стеной собака, а не дает спать. Или, например, у вас какие-то другие претензии. Вот каким образом улаживаются такого рода конфликты? Потому что собаки бывают разные, там, от комнатных до вообще таких огромных, больших, габаритных. Собаки, ну, могут вызывать разные... Например, кто-то выгуливает собаку, ходит с ней, и кому-то не нравится, что она, ну, не знаю, на лесничной площадке может набрасываться, гавкать на людей. То есть вот как эти все вопросы решаются и регулируются? Ну, есть правила Кабинета министров о содержании домашних животных. Там четко оговорены вопросы безопасного содержания животных. Там оговорено, когда нужно пользоваться средствами защиты, такими, как намордник, как, там, ошейник и так далее. Каким образом собака должна готовиться, вообще социализироваться? Все это прописано. В том числе прописано и обязанность собственника, домашнего животного, предпринимать все необходимые меры, как по санитарной гиене, так и по шуму, чтобы не мешать соседям. Так что любые нарушения этих правил являются административным правом нарушениям. Если у вас в соседе истеричная собака, которая там лает и день, и ночь, то вы вполне можете обращаться в полицию самоуправления с просьбой принять меры. Сразу вот вопрос по поводу регистрации собак. Получается, что, ну как, не знаю, во времена моего детства взять щеночка с улицы, просто принести домой на воспитание, это уже будет нарушением закона? Почему? Надо только просто этого щеночка чипировать, зарегистрировать и платить налоги. Ведь не секрет, что домашние животные, так же, как и любые живые существа, не только приносят радость, но и определенные неудобства в виде биологических отходов, в виде других не очень приятных вещей. Вообще-то говоря, нужны деньги как на уборку за ними, так и нужны деньги на то, чтобы организовывать места выголода, места сбора отходов и так далее. Так что взять собаку или любое домашнее животное, к себе это не есть нарушение. Нарушение не зарегистрировать и не обеспечить условия содержания в соответствии с правилами. Ну что же, надеюсь, что тут вроде бы все будет понятно нашим слушателям. Самое главное, что вот приближается 1 марта, и я понимаю, что рижание, там, по-моему, плата составляет 10 евро. Нужно не забыть ее внести. Еще вот один вопрос, который, мне кажется, периодически тоже у нас возникает, но многие путаются в понятиях социальная квартира и муниципальная квартира. Вот вообще, кому полагается социальное жилье, чем это отличается от муниципального жилья, потому что люди, как бы, эти понятия как-то у них путаются в голове. И, ну вот, кому полагается социальное, и кому полагается муниципальное жилье, если мы говорим, и возможно ли это, ну вот, скажем, в обычном доме вдруг, если вдруг освобождается квартира без наследников, может ли она стать, ну, таким социальным или муниципальным жильем? Начнем с квартиры без наследников. Если действительно квартира будет признана выморочной, то есть без каких-либо наследников, то оно переходит в собственность государства. В первую очередь. И уже государство решает, каким образом, либо пустить это имущество в доход государства через аукцион продавая, либо, зачастую, чем я сталкивался, государство передает это имущество, эту квартиру в собственность муниципалитета. И с этого момента в этом случае это муниципальное жилье. То есть это квартира, где частным собственником является муниципалитет. Подчеркиваю, в данном случае муниципалитет выступает видеть собственника, причем он такой же субъект гражданского права, как все остальные физические и юридические лица. Ничего особенного нет. А дальше встает вопрос последний. Это вопрос социального найма. То есть реализуя программы социальной защиты особо незащищенных слоев населения, муниципалитет по тем критериям, которые приняты на данный момент, может составлять очередь на социальное жилье, где большую часть расходов по содержанию и обслуживанию этого жилья берет на себя социальное служение. А в принципе муниципальное жилье как таковое может использоваться, во-первых, для решения таких задач, как расселение жилого фонда, как сдача в аренду обычным людям. Все это идет. Ну а социальное жилье – это особые условия, это очень особые условия. Там, насколько я знаю, и корплата очень низкая, и значительные дотации на коммунальные услуги. Но насчет условий – это надо обращаться в социальную службу. У нас, между тем, есть звонок 67212-93-9. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. А вот скажите, пожалуйста, есть ли где-то прописано, куда вот эти, то, что собачки оставляют, должны эти хозяева, вот они, ну, не все собирают, да, сейчас после снега видно, что там лужайка полно, общем, не собрано. Но те, которые вот собирают, скажем, они вот у нас тут парк рядом, они бросают наши эти контейнеры. Ну, и вот, и запах там вообще, ну, я скажу, ужасный. Или опять в парке, там, где скамейка, там вот это, ну, для выброса мусора. Тоже шли, там, как сказать, как-то бросил, опять человек должен вставать, уходить. Вот где-то, скажем, куда все-таки это все, или куда попало, бросил и бросил. Спасибо. Спасибо. Насколько я знаю, по крайней мере, у нас в Куртинсе в один момент поставили специальные контейнеры для такого рода отходов, для собачьих феканий. Но, к сожалению, вандалы, и от этих мусорников через каких-то там месяц ничего не осталось. В принципе, и правилами это предусмотрено, должны стоять на территориях, где предусмотрен выгул собак, должны стоять эти контейнеры. Ну, специальные мусорники, они специально обозначены. Так могу сказать. Должны стоять, не стоят. Во-первых, не везде можно их выгуливать. Места выгула, парки не всегда являются местом выгула собак. А каким образом понять, где можно действительно выгуливать? Потому что ведь есть и детские площадки, где дети играют, и боятся просто собак. Ребенок может даже заикой остаться, если сильно испугается собаку. Не знаю насчет заики, но я знаю совершенно точно, когда заводишь песок на детскую площадку, туперками там появляются дамочки с собаками и кошками. После этого дети. Но это запрещается, вот выгуливать собак? Ну, я не такой большой знаток. Не знаю, может быть, Айвер знает эти правила так уж точно. Я никогда не содержал домашних животных, и специально не интересовался. Знаю только общее положение. Тут, в принципе, надо руководство с израильным смыслом, но если это детская площадка, какие собаки? Нужно же тоже решать, что если дети, что дороже? Дети, собаки, кошки. Я понимаю, что у некоторых людей есть особо острые чувства, но тогда поищите более подходящее место. Ну, мы видим периодически пары, которые ходят, у них чуть ли не в колясочках собачки сидят, то есть пара не торопится заводить детей, а может быть, даже и, в принципе, не собирается это делать, но зато вот собачек у них там даже несколько штук. Идет женщина. Не хотелось бы это обсуждать. Ну, да. Я понимаю, что у нас тут включение немножко. Да. Хорошо. Ну, мы говорим просто о том, что нужно владельцам собак, очевидно, следить за тем, чтобы место выгула собаки не мешало ни детям, ни другим людям, и собачьи фекалии не портили удовольствие от прогулок. Хорошо. Вот возвращаясь, может быть, к прошлому вопросу по поводу разницы. Вот все-таки чем отличается социальное от муниципального жилья? Только какими-то особыми условиями, льготными условиями аренды? Или есть еще как-то? Только. Любое жилье, которое принадлежит муниципалитету, оно является муниципальным. То есть здесь важны права собственности. Если квартира принадлежит муниципалитету, она может его использовать для реализации своих нужд, каких угодно, социальных или каких-то других. Поэтому дальше уже вступает так. Если это квартира муниципальная, она в любом случае будет сдаваться в пользование, в аренду кому-либо. А дальше уже какие условия? И вот специальные условия превращают это жилье в социальную квартиру. У меня в кооперативе, например, есть одна конфискованная квартира, которую передали в муниципалитет, государство передало. И там организовано социальное жилье. То есть там живет семья, которая имеет, видимо, очень малые доходы. И мы счета выписываем муниципалитету, и они по полной. А там человек, который там живет, насколько я знаю, платит процентов 20 от этого счета. Что это только условия аренды определяет отличие муниципальной квартиры от социальной. Ну, то есть, если вдруг возникает задолженность, это, в принципе, гасит муниципалитет. То есть... Задолженность гасит муниципалитет, и если люди, которые получили социальное жилье, не выполняют своих обязательств, они довольно быстро исчезают из этих квартир. Появляются другие жители. А вот на каком основании? То есть это с ними не продлевается договор? Или вообще они... Олег, давайте мы... Это вопросы к муниципальным и социальным службам. Можно напортачить, а чем мы лишним. Еще один звонок. 67212-93-9. Здравствуйте. Доброе утро. А вот социальная квартира, она же не частная. Как идет ремонт тогда, вот, сантехника, еще там какие-то вещи. Как это оплачивается? Оплачивает арендатор или государство? Спасибо. Спасибо. Есть общая практика, что за состояние квартиры в аренде отвечает арендодатель. А дальше уже особенности этого отступления или какие-то другие условия этого правила уже определяются договором аренды. Так что, в принципе, по условиям, общим условиям арендодатель сдает квартиру в технически исправном состоянии и пригодном для проживания виде. И дальше он обязан поддерживать ее в таком виде. Но есть, наверное, есть какие-то условия. Допустим, если это не социальное жилье, то, как правило, оговариваются условия содержания отдельно. А вот если, например, в доме проживают инвалиды или, ну, мы все понимаем, что люди пожилого возраста, пенсионеры, которые со временем тоже становятся немощными, малоподвижными. Вот как в этом случае решается вопрос, например, с оборудованием дома, пандусами, какими-то перилами специальными, например, при выходе? То есть это решается за счет чего там? За счет всего дома нужно ли собирать собрание? Потому что, может быть, понимаете, вот течет крыша, и там решают, ну, вот может ли собрание жильцов решить, что нет нам важнее крыши, чем пандус для одного инвалида? С другой стороны, ведь это речь идет о человеке, который не может выйти без этого из дома. Ну, скажем так, если это элементарный пандус, который легко обустроить, это можно решить, скажем, внутри домохозяйства. Если это какие-то механизированные или специальные устройства, то такие устройства, подъемники устанавливаются социальной службой. Но в любом случае требуется согласование с собственниками квартиры. Требуется согласие на установку таких вещей. Это обычно через общее собрание или через опросы? Опрос, как минимум, вместо этого на лестничной клетке, как минимум согласие с собственником квартиры в лестничной клетке. А если конфликтная, я не знаю, действительно ситуация возникает, то есть это человек в меньшинстве, ведь он получается? Ну, видите, требуется согласие. Все, что я отвечу, дальше я не буду комментировать, потому что я сталкивался из случая, никогда не было этого согласия. Еще один вопрос из прямого эфира. Здравствуйте. Еще раз. А вот насчет панзусов. Я читала, что вроде вы сами приняли закон, что сейчас не надо согласовывать с остальными жильцами. Это так? Это может Айвар ответить? Спасибо. Спасибо. Были облегчения. Пока идет эфир, я найду точно сейчас формулировку, но в законе поменялась формулировка, и можем продолжать, все потом вернусь. Да, хорошо. Ну, просто я тогда... Хорошо. Я просто, ну, для наших слушателей там объясню, что действительно, наверное, сейчас общество больше поворачивается в сторону людей с ограниченными возможностями, и, наверное, какие-то вот облегчаются эти возможности оборудования подъездов и пандусами, и специальными, может быть, перилами для пожилых людей. Мы не секрет видим, что данные статистики говорят, что общество стареет, и чем дальше, тем больше, наверное, мы будем сталкиваться с подобными вещами. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, пожалуйста. Могу задать вопрос? Да, пожалуйста. Такая ситуация. Дом Резнос-5, там бывшее почтовое отделение 19-го располагалось, тротуар, полоса с однополосную дорогу, без конца ездили машины, там разрушил стело колодца канализационного. Мы взаимодействовали с Ригас-Уданс, они сказали, не будут ремонтировать, хотя колодец расположен на территории, не принадлежащей дома, не закрепленной за территорией дома. Вот. Построили сами колодец, восстановили его тело, но провалы вокруг колодца остались. Звонили в самоуправление, говорим, вот так и так, заделайте вокруг колодца дорогу, этот тротуар, асфальт там надо положить вокруг этой крышки колодца. Это отказ, и сказали, единственное, что можем сделать, это засыпать гравием эту яму, а отказ по той причине, что там будут проходить работы Рейл Балтика. Ну, извините, этот колодец, ну, в 80 сантиметрах расположен от территории, закрепленной за домом. Это фактически от дома полтора метра. На кого подавать в суд, как добиться справедливости, чтобы заделали эту яму, чтобы колодец вновь не разрушался от таяния снега и того, и так далее. В принципе, а кто владелец колодца-то? Кому он принадлежит? Если вы говорите о Виге-Суденце, то для меня это вопрос сложный, потому что Виге-Суденце устанавливает границы собственной ответственности по собственному усмотрению. Где хочу, то мы проводим. Да, господин Сидорко, мы с Виге-Суденцем перестали спорить. Мы сами сделали тело колодца, восстановили, чтобы не размывалось. Я понимаю, значит, на самом деле я отвечу так. Это муниципальная служба. Яму надо заделать, пожалуйста. Давайте так, про Виге-Суденец я вам отвечу так. Виге-Суденец провела зону ответственности и то, чего оно должно делать, и то, чего не должно делать, по собственному усмотрению, по каким-то устаревшим нормативным актам. Мы это поняли, сделали сами. Я закончу, да. Это предприятие Вига, которое стопроцентно принадлежит Виге-Суденцем. Все это согласовано с Виге-Суденцем, поэтому искать в этом направлении какой-либо справедливости, наверное, почти бесперспективно, потому что здесь одна рука умоет другую руку. Есть сейчас новый закон о водоснабжении. Там очень сильно изменились требования к границам ответственности и так далее. В вашем случае то, что вы говорите, что вам готовы засыпать щеблю, но не готовы капитально ремонтировать из-за того, что будут проводиться строительные работы, и я бы, на самом деле, в первую очередь согласился бы на то, чтобы сделали хотя бы временный ремонт. Потому что когда и какой объем строительных работ, это же нужно знать, может быть, там вообще все будет перекрываться, покрытие. Может, вообще кондиционные сети будут переноситься или водопроводные сети. Ну, это в полтора метра от дома расположено. Какая там Рейл-Балтика? Вы понимаете, вы мне сейчас говорите, ни я, ни вы не видели планов работы по Рейл-Балтику. Мы начинаем обсуждать, будут они или нет. Вам же ответили, что они будут. Но если вам предлагают сейчас временный ремонт, то я бы советовал воспользоваться этим. Нет, мы это, конечно, воспользуемся, но разве это выход, когда гравий будет лежать в яме, а осадки будут проникать через этот гравий. Это же понятно. Будут подсыпать. Будут подсыпать. Но трудно здесь вам что-либо посоветовать. Общая ситуация с Лигой Суденцей, я сказал, очень сложная сегодняшняя была. Мы уже прошли. Мы уже туда не обращаемся. Нам бы дыру эту заделать. Мало того, там ходят люди, и продолжается крушение в сторону этой ямы. И фундамент от дома отрывается из-за этой ямы асфальтированной. В общем, проблем эта дыра приносит очень большие... Вы знаете, эта яма у вас возникает, скорее всего, из-за того, что неисправен колодец. Уже сделали. Потому что такого рода обрушение грунта происходит в основном тогда, когда есть поток воды, который вымывает грунт внизу, и тогда начинается провал. Здесь нужно обратить внимание состояние колодца. на твой счет. Тело просто восстановлено на твой счет. Ну вот, ремонт отказываются делать. Полтора метра рейл-балтика ссылка. Ну это просто безобразие полное. Ладно, спасибо. Ну сейчас вообще по всему городу происходят в связи с рейл-балтика большие изменения. Поэтому как там будет все происходить, мы увидим, наверное, в ближайшее время. Так, я могу вернуться с ответом про доступ к среде. Действительно, в законе была поменяна статья о том, что согласование сейчас замещено информированием. То есть, если вам необходимо поставить подъемник в лестничной клетке или пандус, тогда нужно соблюдать строительные нормативы, скажем так. Там, скорее всего, какой-то паскадрой мракс нужно будет написать в санкровении, как это вы видите и как это будет функционировать. Но согласование сейчас замещено. Вот закон о квартирной собственности, 11 статья, 5 часть. Замещена процедура информирования. То есть, хватает того, что вы разработали технический, скажем так, рисунок, подъемник в самоправление, и управляющего, как представителя всех основных жильцов, вы информируете о том, что вот как это будет выглядеть и как это будет функционировать. Согласование, голосование больше нет необходимости, если, конечно, вы не затрагиваетесь какие-то по какого-то рода общие конструктивные части дома. Но я имею в виду, если, например, вы захотите, квартира на первом этаже, вы захотите прорезать там дверь, чтобы у вас был прямой доступ, тогда, боюсь, вас спросят. Да, там, согласие всех жильцов, но просто подъезд сделать или же в лестничной клетке подъемник, для этого не нужно будет никого спрашивать. Просто разработайте эскиз, и теперь можно реализовать ее. А оплата это делается за счет самоуправления или социальных служб? Тут никак не поясняется, да? Закон не поясняется. Закон просто дает юридические точки зрения, просто в отдельную статью прописано, что вот здесь облегченный, скажем так, порядок восстановления. Да, ну, как это считать, это уже, наверное, отдельное голосование, потому что обычно самоуправление участвует. Я знаю, у нас было, правда, было вне в Риге, это было в Сибулде, был дом, и там самоуправление, финансирование, выстройку специальной, как раз-таки отдельного даже подъемника к квартире первого этажа или жил инвалид, и там даже делали отдельный вход. Да, и это все финансировалось самоуправлением. Но это там нужно смотреть каждый раз. Потому что, ну, в каждом поддельности это очень дорогие конструкции, скажем так, да. Это не дешево. Я думаю, это или каким-то обществом финансируется, или же самоуправлением, потому что к дому прямым образом это, конечно, не относится. Если люди проголосуют, войдут в положение, да, и найдут возможность профинансировать, конечно, человек, который нуждается в этом, будет очень рад, да. Но прямого какого-то обязательства в законе я тоже не вижу, что это нужно было бы всем остальным оплачивать. Есть программа, и надо обращаться в социальные службы. Там есть медицинские показания, по которым положено такое. Но есть программа, я знаю, у нас устанавливали подъем, но тоже специальный подъемник, и специальные конструкции за счет самоуправления, они даются на время. И когда необходимость в данном месте этого оборудования исчезает, оно демонтируется, перевозится в другое. Так что если у людей есть вот такие ограничения по возможностям, надо начинать с социальной службы. Потому что я могу сказать по своему опыту, у нас в подъезде появились внезапно выход, где из подъезда, специальные такие перила металлические. Просто для... Я понимаю, что это было по запросу пожилых людей, которые проживали в одной из квартир нашего подъезда, которым было очень тяжело выходить из подъезда без опоры, то есть не держась за перила. То есть там были достаточно крутые ступенчики. Но и как-то все это решилось очень просто. То есть появились эти перила, и было все очень ценно. Вы знаете, я могу сказать так, что здесь надо уточнить. Такие элементарные вещи, как перила или поручни, или, скажем, какие-то типа слипов, то есть гладкие наклонные поверхности на ступеньках создать, это в пределах можно решать и без социальной службы, это в пределах дома можно решать, это в пределах дома управления. Это не столь значительные деньги. Когда мы говорим о доступной среде для инвалидов или для людей с сильно ограниченными возможностями, это подъемники. Это подъемники или это какие-то специальные лебедки, которые позволяют, допустим, в наших домах поднять коляску с человеком на определенный этаж. Это уже совершенно другая задача. Там и издержки совсем другие. Вот по последнему, то, что я видел, такие на небольшой высоты, там уровне 5-6 ступенек, поднять один стоит около 6 тысяч. То есть это людям самим, это нереально профинансировать. Нужна помощь самому сопровлению. Ну что же, еще вот один из, ну не знаю, вопросов или тем, которые вот хотелось спросить. Я видел просто в прессе, вот обсуждалась история, когда получил человек наследство дом, но это правда, по-моему, за городом, и получилась странная история. То есть там был только проход для одного человека, очень узкий подход к этому дому, потому что там на пути стояли строения соседей. И вот возник вопрос по поводу сервитута. Есть ли возможность, ну вот человек спрашивал там, насколько вот есть возможность подъехать на транспорте. То есть для этого нужно каким-то образом было расширить этот проход или снести строение. Вот обеспечивается ли обязательно строением сервитут, который подразумевает подъезд транспорта. И в случаях, если вот, например, такой возможности нет, как это, как регулируются вот все эти вещи? Не совсем понятна ситуация. Там более детально нужно разучать. Про сервитут есть минимальный, там, в гражданском законе, минимальный объем, насколько, какой ширине он должен быть и так далее. Но это все касается того, если создается, скажем так, новый сервитут. Да, если у вас же есть какая-то историческая ситуация, что поход между домов, он такой исторический был. Ну, я не верю, что совершение суда, который бы каким-то образом во благо одному из домов бы срезал 2 или 3 метра, чтобы там одного дома, чтобы какая-то машина могла проехать. То есть, если правильно помнить, 4 метра был минимальный проезд, да, там, сервитут. Потому что есть исторические ситуации, раз. Второе, по установке сервитутов и все остальное, там говорится, что если есть необходимость все-таки установить новый какой-то сервитут, тогда его делают по возможности бережнее к тому сервитуту, к той недвижимости, через которую вы должны попадать. Да, ну, так что здесь нужно дать внимание и конфигурацию этой недвижимости, земельных участков, что находится вокруг, куда нужен доступ с фронтальной стороны, с половой стороны и так далее. Потому что все, что касается, если сейчас заново все строить, конечно, это все берется во внимание, в том числе, что для пожарных машин, что был проход и так далее. Но вот исторических ситуаций, если эти дома были исторические, построены законно, ну, тогда уже, я думаю, ни один суд не признает в том, что сейчас половина дома какого-то или какие-то метрики дома нужно порушить, чтобы там... Для того, чтобы добраться... ...был необходимый сервитут. Понятно. Ну что же, я смотрю, что действительно у нас время, к сожалению, выходит, и, наверное, уже не будет возможности там какую-то большую тему затронуть. Просто напомню нашим слушателям, что можно, во-первых, звонить телефоны прямого эфира во время программы 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. И можно писать вопросы, причем не только во время программы, но и пишите их в любое время дня и ночи на WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. Мы обязательно получим ваши вопросы, озвучим их во время программы. Добро пожаловаться. Ну а сегодня благодарим наших уважаемых экспертов. Это Сергей Сидорко, Айвар Гонтарев за ответы, такие развернутые на вопросы. Всего доброго, хорошего дня и до следующего понедельника. До свидания. До свидания. Радиоболтком.